Вчера в Иловайске учащиеся 13-й школы принимали гостей из России. Ко дню защиты детей благотворительные организации землячества Алании ДНР и Роспомощь Российской Федерации проводят совместную акцию с говорящим названием «Чтобы дети смеялись». Сладкая ежка, клепа и афоня. Эта заводная троица вчера веселила Иловайскую ребятню из 13-й школы. В рамках благотворительной акции «Чтобы дети смеялись» актерский состав посетил уже 7 городов ДНР с насыщенной развлекательной программой. Данная программа проходит при поддержке главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина, а также при поддержке президента Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова. Мероприятие проходит по всей территории ДНР. Ребятня была готова принимать участие во всех конкурсах, которые предлагали клоуны. Если приглашали выйти и танцевать в центре зала, никто не стеснялся и не отказывался. А известные детские песенки школьники с удовольствием исполняли вместе с актерами. В общем, все разыгрались и развеселились так, что, скажем, обеспечить тишину для объяснения правил. Очередного конкурса было уже довольно затруднительно. Дети получают массу позитива. На сцене и с детьми будут работать профессиональные актеры. Именно актеры действующих театров Северной Осетии. Это и Григорий Гапузов, руководитель, и актер театра САБИ. Это Елена Давыдова, она же актриса театра-студии «Триумф», город Моздок. Наша донецкая актриса, певица, лауреат международных конкурсов Галина Караченцева. То есть это профессиональные актеры, которые приехали подарить благотворительно свое сердце. Нужно отметить, что название благотворительной акции «Чтобы дети смеялись» полностью совпало с характером программы. Артисты делали все, чтобы дети именно смеялись. И это им, безусловно, удалось. В завершении развлекательной программы иловайским школьникам клоуны вручили приятные подарки.